Я взяла, вытащила руками кусок штукатуры. Ой, подожди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделай валанчик в подъездах, советую. Что они не делают? Денчиком! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот карфичи под балконом. Смотрите, что там. Понятно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый вопрос, который надо поднимать. Почему наш дом не входит в программу расселения? Вот это первое. Почему нас водят за нас? Его вносят последние 15 лет. Вот я здесь живу сколько уже? 11 лет. И каждый год приезжал лично Павел Соломатин, когда он был еще депутатом. Показывал бумаги с планами, что вот тут будет, ребята, стоянка, тут будет торговый центр, а вас куда-то туда переселят. Тут где-то будет еще детская спортивная площадка. В итоге нас опять сняли, перенесли на 16-19 год. В 16-19 сказали, извините, это будет 20-22. И опять пришла бумага, что в 20-22 мы опять не попадаем под расселение. Скажите, пожалуйста, ваш дом признан аварийным? Наш дом по документам признан ветким и аварийным. Когда? А, это вот вы через Добродел получили, да? Да. Вот, в март 19-го года, где конкретно, что мы не входим. На этот ответ можно. Задостной программы оселения аварийного жилья на квартирном доме в адрес Северсер-Пусад сообщит следующее, про лицене проверки изложенных в районе фактов, что дом признан аварийным согласно с названием. А что только платим? Я не знаю. Дополнитель сообщает, что уже указанный дом в программу оселения ветхого аварийного жилья на 20-20-40 год на данный момент не входит. Силами управляющей организацией, понятно, но это не отказ, это сообщение о том, что он не входит, но вот вам надо добиваться, чтобы он именно вошел. То есть она еще сейчас формируется. Она именно в этом году, на 20-й год, формируется. Было выступление товарища Токарева буквально недавно, где он русским языком сказал, что направлен список от администрации в Москву, состоящий из 55 домов, на расселение. Наш дом туда не вошел. Почему? Тем более, что мало того, что он уже аварийный, он еще и находится сейчас на аварийном участке, где постоянно идут работы, постоянно здесь циркулируют машины, и не просто машины, а грузовики, тяжеловозы, на хлебозавод, сюда, ввоз, вывоз, дом сотрясается. И, дорогая администрация, если крыша рухнет или стена рухнет, она рухнет на ваши головы. У меня песок сыпется. Я с утра встаю и сплетаю вот так вот песочек с потолка. У меня потолок в доме два раза падал, в квартире, на кухне. Мы каждые полгода обиваем пороги администрации. В сентябре месяце мы были на приеме у замглавы, получили ответ. Введены в программу 20-22 года. Вот ответ. Конкретно, что силами управляющей организации ООО «Траст-СП» в отношении общего имущества МКД осуществляются охранно-поддерживающие мероприятия. Что такое охранно-поддерживающие мероприятия? Кто такой ООО «Траст-СП»? Оля, я. У нас даже дворник. Вообще, в домах, признанных аварийными, коммунальные... Содержание ремонта. Мы платим 900 рублей, они ничего не делают. У нас проблема. Ну, собственно, вот. Обои на стенах не держатся. Вот мы клеили обои год назад. Год. Просто все отваливается. У меня начала камера спотить. У вас здесь влажность большая? Влажность. А тут у нас сырость. У нас белье сохнет 2-3 дня. В щелях, в квартирах просто уже спали с толщиной. За последние годы увеличилась очень много. Люди больше на больничном, да? Ну да. Люди больше на больничном, чем они живут? У нас маленькие дети. И дети на больничном. С детьми на больничном и сами на больничном. Даже врачи приходят и ужасают. Вот когда чернота тут была, она боялась даже к ребенку прийти. Что вас лишить, если вы в таких условиях живете? Что вас лишить? Дороги тут нет. Сейчас стоять начнет, тут грязь по колено. Так и получается. Уже сколько лет. Хотел закончить на этом свое видео, но не удержался и решил дописать маленькое пояснение. Таких домов в Сергиевом Посаде, нуждающихся в расселении, аварийных, очень и очень много. И сносят и расселяют только там дома, преимущественно где земля, под которыми кому-то приглянулось, каким-то инвесторам, застройщикам под торговый центр или многоэтажку. И в данном случае людям тоже много лет обещали в этом месте их снести и расселить, потому что думали, что на этом месте будет что-то построено, интересное кому-то из инвесторов. Но вот не приглянулось, и люди так будут мучиться. Раньше существовала норма, по которой аварийный дом обязаны были чиновники расселить в течение полугода. То есть, если дом признается аварийным, то через полгода его обязаны расселить, потому что в противном случае наступает уголовная ответственность за оно, если что-то случится. У нас были такие прецеденты, когда дома разрушились, прямо в нашем городе пятиэтажка рухнула. И в какой-то момент, несколько лет назад, Единая Россия приняла закон, по которому вот это ограничение в полгода сняли. Ну, признали аварийным. Два года назад, как бы, рухнет сейчас что-нибудь, как бы, ну, не было возможности. Что поделать-то? То есть, власть сейчас делает преимущественно все для того, чтобы снять с себя ответственность и никаким образом не стремиться к тому, чтобы людей расселять, людей заботиться о их безопасности. Вот. Потому что сейчас дело не о комфорте. Люди, я видел, что пытались в квартирах делать ремонт, хороший ремонт, стараются там и составлять двери, и плитку делать. Ну, дом сам по себе рассыпается просто. Это были общаги местного завода, вот, построены еще, блин, до войны. Вот. И, понятное дело, что сейчас они вот просто, они шлакоблочные из какого-то силикатного кирпича, и все это, естественно, просто уже превратилось в труху. Вот. Я, на самом деле, добиться того, чтобы людей расселили, нужно очень много потратить времени и сил. Я в один из домов, который вот был похож на такой, который рухнет вот прямо сейчас, да, там, ему там сто с лишним лет было, на Кирова-13, я перевозил все существующие СМИ, федеральные каналы к этому дому. Все смотрели и ужасались. Там печка провалилась, там, со второго этажа в подвал. Там крыльцо с подъездом, гляди того, рухнет, как бы. Первый канал показывал, Россия, НТВ, РЕН-ТВ, все газеты, блин, и вот только, вот только, года два назад расселили. Так что здесь, я думаю, только начало, потому что вот, чиновники, говорят, включили этот дом в расселение, но, точнее, подготовили документы на включение в программу, но они, опять-таки, подадут эти документы, но не они примут решение, а какие другие чиновники, которые подумают, что, блин, вот, вот этот, этот еще не рухнет, а этот рухнет, как бы, вот, такие дела. Подписывайтесь, распространяйте, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok